Добрый день, друзья! Сегодня общаемся с Антоном Бударовым. Антон, привет! Привет всем, дорогие друзья и враги! Мы сегодня хотели поднять тему по факту происшествия в СИЗО. Что произошло? Слушай, об этом на самом деле столько сказано, об этом говорит сейчас все, кому не лень. И это переплетение многих-многих тем. Я так понимаю, что тебя зацепила именно тема межнациональной политики, миграционной политики. Для внутрироссийской повестки, конечно, вот мы за кадром немножко начали общаться. Для внутрироссийской повестки логика следующая. Либо мы говорим о том, как прогнила силовая система. А если человек, какой-то блогер или какой-то СМИ работает с администрацией президента, с правительством, с МВД, с ФСБ, то как-то не комильфу об этом говорить. Нужно найти какое-то другое объяснение. Поэтому в зависимости от того, как блогер или СМИ освещает эту историю, то понятно, какие вещи оно может трогать, какие вещи ему запретили трогать. Это такая лакмусовая бумажка занятная. Ну, мне, видишь, никто ничего не запрещал. Поэтому здесь я вообще хотел поговорить как раз-таки с позиции выходца из Центральной Азии. Потому что у вас же эту позицию вообще никто не озвучивает. Ее надо как бы тоже знать, надо понимать. Что ты имеешь в виду, что за позиция? Ну, имеется в виду, что у вас позиция только внутренней политики, что вот это очень плохо. Ну, естественно, это очень плохо. Любой теракт, любой захват заложников, это очень плохо. Ну, там поднялись такие вопросы, что другой культурный код, что с этими людьми что-то надо делать, надо как-то их либо встраивать, либо вдворять из страны, либо то, либо другое. Где-то здесь, может быть, я и согласен, но мы здесь хотим поговорить на тему того, что как это влияет... Слушай, вот ты знаешь, те каналы, на которые я подписан, там такого вообще не было. Это прошло мимо меня. То, о чем ты говоришь, это страшно, потому что как раз преступники-то, они были не мигранты из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, это были жители, уроженцы Северного Кавказа. Это были граждане Российской Федерации от рождения. И когда говорят, что их надо выкинуть, они предлагают челку. Другой культурный код, отделим Казахстан от России. Именно об этом Антон и говорит. Давай, тебе карты в руки. Да, вот я хочу о этого поговорить, потому что я видел большое количество так называемых экспертов, которые именно вот с такого ракурса начали обсуждать проблему. Проблема есть, безусловно, радикальный... Вообще любая радикализация любой культуры, будь то религия, она, естественно, за собой ничего хорошего не влечет. То есть, есть пример Китая, который пытается с этим бороться. Строя определенные культурные центры для перевоспитания. В России такой практики нет. И, соответственно, любые разговоры всех этих специалистов о том, что людей с другим культурным кодом, которые выросли уже так, их нужно выдворить из Москвы только потому, что они разные. Это очень странно. При том, что в самой России таких людей достаточно много. И они появляются. Каждый год их увеличивается количество. Это можно наблюдать по росту количества мечетей. Там уже какая-то, я не знаю, в прогрессии количество мечетей растет. Причем растет оно как раз-таки в определенных исламских, скажем так, республиках. И количество мечетей, чтобы было понятно, в России на душу населения больше, чем, допустим, в любой центрально-азиатской республике. Больше, чем в Казахстане. Больше, чем в Кыргызстане. Больше, чем в Таджикистане. Поэтому сама Россия и порождает вот это количество людей. Потом этих людей предлагают некоторые люди, другие выдворять из страны. И естественно, на внешней политике это сказывается очень плохо. Потому что у нас это же тоже все читают. И сразу начинается. О, в России шовинисты. О, не уважает мусульман. О, давайте там перекроем границы. И вот сейчас эти люди скажут, ну, давайте перекроем границы. Это очень плохо, на самом деле, потому что никакой дружбы народа это не ведет. И самое главное, мы с тобой в прошлый раз, помнишь, вот эту тему обсуждали. Я говорил, что надо ставить, наоборот, строить мечети и ставить их на контроль, чем допускать вот эти вот центры, какие-то квартирники. Потому что за мечети ты можешь следить, за квартирой ты не можешь следить. Ну и, соответственно, нужно заниматься, чтобы это не радикализировалось. То есть это очень сложная работа в области религии. То есть там отдельные специалисты должны быть, которые этим должны заниматься. Как это сказать? Новость пришла, откуда не ждали. Сейчас это московские мечети вдруг... Гораздо меньше была толпа перед мечетями. И люди типа московского Гайнудина льют слезы. Оказывается, дело в том, что из-за курса рубля, из-за санкций и так далее, многие мигранты в Россию не поехали, поехали куда-то там еще работать. Это толпы мусульман, это именно приезжие толпы мусульман. Ну да, конечно, есть такая проблема, что мигранты едут в том числе из стран Центральной Азии в Россию, там устраивают потом в Москве. А большая часть их, естественно, в Москве, потому что уровень жизни в Москве достаточно высокий. И вот эти вот... То, что мы видим каждый год на Курбанайте у вас, то, что собираются в центре Москвы, просто толпы какие-то там перекрывают целый этот... Естественно, местному населению это все не нравится. Я бы тоже, наверное, был бы не особо в восторге, даже несмотря на то, что я как бы самый из достаточно религиозных условных... Ну, у нас такая... По сравнению с тем, что в Москве у нас такого нету. У нас, скажем так, более либеральные религиозные мусульмане, чем к вам приезжают мигранты. Но суть в том, что у нас все вот эти распространения, неправильная трактовка вопросов, проблемы с религиозными людьми, которые возникают, у нас они на внешней политике воспринимаются крайне негативно. Плюс это все еще происходило, вот эта вся ситуация происходила во время Курбанайта. А это священный для мусульман праздник, для тех, кто не знает, это окончание их непосредственно поста и хаджа в Мекку. Ну, кто постится, кто хадж в Мекку совершает, это вот заканчивается Курбанайта, поэтому это один из самых значимых праздников для мусульман. И вот это все происходит в этот день, 16-го числа. И у нас это все, конечно, я ждал просто какой-то бурной реакции, что будет еще хуже, чем когда это было в Кроку-Сити. Потому что, когда это было в Кроку-Сити, у нас все батафермы работали на то, что разжечь межнациональную рознь между россиянами, между русскими и выходцами из Центральной Азии, что вот якобы все свалили на бедных сантехников, там каких-то штукатурщиков. А на самом деле это все якобы какие-то там спецслужбы совершили. Вот такие вот у нас были вбросы. Вот, и здесь, в принципе, ваши, обращая внимание, что ваши батафермы организовывали, не батафермы, а военкоры, ваши военкоры организовывали плюс-минус то же самое. И у меня возник вопрос вообще, а на кого вот эти люди работают, что они распространяют такие крамольные вещи, которые они к чему хорошему не ведут. Ты знаешь, там даже как-то стратегии особо нет. Вот то, что я понимаю из того, что происходит в российском информпространстве, нет никакой стратегии. То есть, они, знаешь, глаза закрыли и бегут, сломя голову, вот, абы куда, не понимая вообще, к чё, куда, зачем. Сейчас вот с Белоусом встреча произошла, уже аналитики говорят, что ну понятно, теперь Белоусов сидит, контролирует вот эти денежные потоки, которыми раньше кормились военблогеры, теперь у них новый пахан, сейчас они будут получать новые методические инструкции. По некоторым вопросам они ещё не знают, что говорить, поэтому кто-то отмалчивается, кто-то от себя это нанесёт. Ну, короче, там это чистый бизнес. Причём бизнес очень тупой. Они могут любую чушь впаривать в свою аудиторию. Вот кто два года уже говорил, вот-вот мы выиграем, всё, Зеленский там сломлен, переломлен, уже готов сбегать, уже всё. Вот это вот два с половиной года продолжается-продолжается, люди ничего не поняли, отписок массовых нет, люди продолжают читать всех этих подоляков и многих других, поэтому ещё говнеца подкинуть людям в мозги никаких проблем. Так что ты не думаешь, что это какой-то хитрый план, наоборот, это никакого плана. Нет, я рассматриваю здесь не особо хитрый план, я рассматриваю, что всё-таки событие, то, что захват был заложников Курбана, что у них было оружие и так далее, что это всё было спланировано однозначно, потому что, ну, во-первых, у них статья такая серьёзная, по такой статье просто так вот в каком-то СИЗО, в котором, я не знаю, какую-нибудь там бабушку обокрал сидит, да, то есть они не сидят, это другие СИЗО, у них там другой уровень безопасности и так далее, и так далее, более того, в оружейку их не запустили, я тоже думаю, что как-то там, что это не просто так произошло, потому что если бы там был серьёзный, опять же, захват, то они бы оружейку захватили, потому что там другой сотрудник в оружейке закрылся, их туда не пустил. В общем, там это было очевидно, мне кажется, подкуп, и очевидно, чтобы это всё произошло прямо в Курбанайт, потому что, чтобы была провокация как раз-таки в России на межнациональную розницу, то есть я здесь вижу однозначно спланированные действия, чтобы разжечь, очередная попытка разжечь в России гражданскую войну, потому что Крокус показал, что это место очень уязвимо, потому что такое там началось, это просто жесть, и, соответственно, они вкладывают и вкладывают и будут вкладывать в постоянные вот эти вот развязывания конфликтов именно на гражданской почве, и, возможно, чтобы это перевести в какие-то теракты или ещё что-то, потому что это всё очень сильно отдаёт большой отклик и, соответственно, дестабилизирует ситуацию в стране, в том числе высшее руководство страны, оно деморализуется в каком-то смысле и теряет доверие, опять же, населения страны. Более того, вот это же данные турецких спецслужб опубликованы, да, то, что они сообщали информацию об ещё одном теракте сразу после Крокуса, который удалось предотвратить. Это хорошо, что вообще-то удалось предотвратить, но на самом деле, как выяснилось, Крокус тоже пытались предотвратить, потому что у нас были задержания выходцев из Таджикистана, их проверяли и после Крокуса... В Казахстане были задержания. Да, вместе, совместно с российскими спецслужбами, кстати говоря. Вот эту информацию уже... Там были и МВД работали, и уже отдельный там делал комитет национальной безопасности, мне уже почте сказали, что они совместно с россиянами проводили по каким-то ориентировкам задержания выходцев из Таджикистана, то есть ориентировки такие были, что готовят. Вот, и после, когда уже случилось, там прям зачистки начались массовые, то есть несколько отделов наши потруки занимались тем, что выявляли вот таких вот элементов, чтобы, не дай бог, ничего они ещё не замутили. Вот, ну и в том числе и Таджикистан этим тоже, насколько я знаю, активно занимался, помогал по этой линии. Вот, с назначением Белоусова. Кстати, немного ситуация улучшилась, потому что когда был Шойгу, ситуация была, скажем так, в этом смысле похуже, вот Белоусова назначили, и наши, скажем так, политики, наш вообще внутренний какой-то медийный рынок, он немножко подуспокоился, потому что вот я сильно ждал, что вот прямо на это событие будет отлик, но этого не произошло, потому что к нам Белоусов приезжал, как известно. Недавно был этот саммит у ДКБ по поводу съезд, получается, командующих армий, да. Вот, и там был Белоусов, и он тоже там какие-то кое-какие замечания сделал, что нам нужно какую-то позицию однозначно занять. И ситуация у нас улучшилась. Ну, надеюсь, не временно, а в принципе вообще, но может быть и временно, кто знает, потому что, что от наших товарищей ожидать. Вот, поэтому пока к Белоусову у меня каких-то серьезных подписаний нет. Но из того, что ты сказал, я могу предположить, что ваши военкоры, которые вот эту вот всю непонятную лютую дичь там писали, в том числе про мигрантов, политику миграционную, все стали экспертами в области СИЗО, как там нужно кого охранять и так далее, это сочетался, вот я не думаю, господи, откуда вы все это знаете, как работает ИФСИН? Так вот, я понял. Слушай, я бы на твоем месте просто отписался от таких каналов, я не понимаю, зачем ты их читаешь, но оставь себе два максимума. Я на них не подписывался, мне просто целыми днями присылают материалы, вот, и я, естественно, перебираю, смотрю, что-то, может быть, из них ценное там подвернется, потому что я должен быть в курсе, как бы, всех тем. Вот, и я читал вот эти вот замечания и, соответственно, пришел к выводу, что, возможно, возможно, не исключаю, что все эти военкоры, вообще все так называемые свободные журналисты, они могут просто брать вот такие вот подработки и публиковать такой материал без какой-то вообще задней мысли, там, я не знаю, за 5-10-15 тысяч рублей. Они, мне кажется, могут спокойно публиковать такие посты, потому что за теми же самыми военкорами, вот этими вот лидерами ломами, лидерами общественного мнения, я наблюдал, в том числе, по закону ЛГБДО от СБН, который, ты очень, ваша аудитория понимает, о чем я говорю, да? Закон семейно-бытовом насилии. Я наблюдаю, что они у вас и военкоры, и так далее, они не чураются, берут заказные, откровенно, посты, прям, ну, вот, по лекалам, которые написаны, да, с определенными нарративами и публикуют их. Вот это очень интересно, вот это интересно, слушай, и многие опубликуют про, ну, как это сказать, я считаю, что это закон иностранных агентов, да, то есть, если закон написан по методичкам Запада, сейчас на фоне войны не на жизнь, а нас между слетворным влиянием Запада, ну, это прям предательством попахивает. Да, я тоже удивлен, на самом деле, потому что это очень странно, когда ваши военкоры и так далее, которые вот вроде как за политику, там, я не знаю, какую правую, какую левую они там продвигают, но явно не западную, и они вот это спокойно публикуют, предложение изменения в законодательстве, чтобы там отстаивать интересы ЛГБТ-сообщества, и они все это подают, ну, под вот такими вот методичками, которые уже, в принципе, были понятны 10 раз, но все это заказные посты, причем я вот наблюдаю, поэтому нет никаких гарантий, что вся вот эта ситуация с захватом заложников СИЗО, которую они там поднимали вот эту шумиху, она не носила какой-то просто рекламный характер, потому что если они берут деньги там, не стесняются этого абсолютно, а там платит фонд Сороса, это же не секретная информация, то здесь запросто могут оплачивать те же самые сотрудники украинских спецслужб, там, ГУР, СБУ и так далее, и почему, что их может остановить, если господин Белоусов не берет и все этого внимания и не рассматривает все эти вот продвижения непонятных нарративов западных интересов, которые, собственно, разрушают российское общество, которое, ну, будем честны, в России с демографией и так плохо, и продвижение какого-то закона семейного бытового насилия, который показывает, что после него демография еще ухудшается, то в России, как бы, для России это на пользу не пойдет, я понимаю, когда они, может быть, продвигают эти законы СБН в какие-нибудь страны Африки, где там рождаемость была 5, а стало после принятия закона 2, 2,5 и так далее, но в России население вымирает откровенно, и такие продвижения законов нужно рассматривать как государственную измену, это очень серьезно, вот поэтому не ту и эту проблему я, как бы, рассматриваю как хороший триггер, что ситуация проблемная есть, военкоры, блогеры абсолютно не подконтрольные, публикуют все, что им в голову взбредет, и до добра эта позиция, она почему-то, мне кажется, не доведет, но, самое главное, никто не контролирует, я разговаривал, кстати говоря, с одним ведомством, с вашим, ну, я официально, чтобы было понятно, я написал, пришел заявление, вот, к вам в Россию приехал, написал заявление, вот, и мне говорят, а мы, знаете, вот, честно говоря, сами в шоке вот от блогеров, которые вот распространяют всю вот эту информацию, потому что мы не понимаем, откуда они это берут, то есть, и что с этим делать, то есть, мы не понимаем, я говорю, удивительно, потому что у нас в Казахстане, если блогер существует, то он сразу либо садится в тюрьму, либо берет методичку, то есть, у нас все под контролем, а у вас, как-то, говорю, странно, очень много людей, их мнение абсолютно свободно, как бы, это демократия, я приветствую, но, как бы, демократия тоже имеет определенные какие-то рамки и границы, потому что, когда их сообщения уже откровенно носят рекламный характер, который, ну, вот, я знаю сто процентов, что здесь платят и западных фондов за эту рекламу, за это надо же как-то привлекать, с этим надо как-то разбираться, но у вас, я так смотрю, особо не торопятся брать под контроль, ну, ладно, еще когда просто какие-то обычные блогеры, там, да, всякие бьюти-блогеры, но когда военкоры, которые все должны быть прямо на учете, да, ну, и они это распространяют, мне это вообще просто удивляет меня, эта позиция, вот, но в целом, в целом, как бы, в этот раз для меня было удивительно, что после захвата заложников в СИЗО какого-то прям всплеска межнациональных отношений у нас в Казахстане как минимум не было, в Кыргызстане вообще тишина, в Таджикистане, к сожалению, не знаю, не понимаю, о чем они говорят, не могу последить за информацией, вот, но в целом у нас достаточно было спокойно, для меня это было удивительно, но в любом случае, такие сообщения, их надо как-то контролировать. Слушай, а вот эта история прошла, что в Казахстане, значит, приняли закон о запрете ношения религиозной одежды в школах, а потом последовал окрик из Соединенных Штатов Америки, про эту историю расскажи. Там они пытаются, из США пытаются как-то защитить религиозных фанатиков, которые хотят вот именно вот радикалов, и они начали вот это вот осуждать, что вот этот приняли. При этом, при этом, здесь нужно понимать, что подношение, запрет ношения религиозной одежды, хиджабов и так далее подразумевается, что это не просто запрет, а подразумевается, что они приняли определенные нормы в новом законе о том, что есть определенный культурный код, то есть культурные ценности, которые вот соответствовать должны, но при этом, при этом, то, что у нас открыто пропагандируется ЛГБТ, под почему-то какое-то противоречие с культурными ценностями не попадает. Здесь на самом деле, на самом деле есть две столкновения, скажем так, двух культур, да, то есть ЛГБТ у нас с помощью ЛГБТ пытаются вытеснить религиозных радикалов, ну, то есть мусульман, даже не радикал, а просто вообще мусульман пытаются заменить пропаганду ЛГБТ, потому что очевидно сейчас, если посмотреть, потому что происходит, то есть мусульман как бы вытесняют, прессуют, при этом сообщество ЛГБТ, оно находится вообще вне закона полностью, они себя прекрасно чувствуют, вот недавно мой любимый ЛГБТ-блогер, за которым я слежу, ну, в кавычках, любимый, вот, и отснял сюжет, как он в национальных костюмах танцует в юрте, к сожалению, я не забываю, как его зовут, у меня просто подписано на него, так вот, он отснял этот сюжет, в принципе, он уже до этого много раз отснимал разного такого сюжета, называл себя батыром и так далее, вот, и общество взбунтовалось на этот раз, что вот в юрте, в национальной одежде какие-то, извините, ЛГБТ-активисты там что-то снимают, да, это, мол, уже перешло все рамки, но никаких действий не последовало, то есть, если с ношением хиджабов и так далее... То есть, ребята в Казахстане, глубинный народ, так сказать, завидует российскому закону о запрете ЛГБТ-пропаганды? Да, мы недавно набрали 50 тысяч голосов на петиции по запрету ЛГБТ-пропаганды, сейчас вот я вот занимаюсь, разрабатываю речи, там, пресс-конференцию организовываю, там эти приглашения рисую, вот, и набрали очень быстро, буквально за неделю, это еще при условии, что сайт вот петиции, он просто дико вообще тормозит, невозможно проголосовать, это, ну, официальный государственный сайт, вот, типа, пока Крой.ру, да, только у нас Е-Петишн, то есть там с ЭЦП только можно проголосовать, ЭЦП, естественно, работает только на компьютере, не на всех, естественно, моделях, потому что это государственный ресурс, там все половина отваливается, в общем... Да, кстати говоря, разрабатывал сайт Е-Петишн, известный ЛГБТ-активист Рахим Ашакбаев, полно о нем статей в интернете, так вот, и, соответственно, вот на его сайте мы, соответственно, и прорайтовали, проголосовали против ЛГБТ-пропаганды. Сразу же, сразу же выступил министр информации и культуры, Аида Балаева, Аида Голововна и сказала, надо количество голосов-то поднять, 50 тысяч, это что-то маловато, надо сделать больше, хотя 50 тысяч, ну, для Казахстана это очень много, у нас население 20 миллионов всего, в той же самой Украине у них население 40 миллионов, и у них, по-моему, 50 тысяч тоже минимальный потолок, вот, а у нас, как только петиция набрала по запрету права ЛГБД, сразу надо поднять, остальные петиции что-то набрали, Аида Голововна не выходила, не говорила, что что-то маловато надо поднять, но именно ее взволновала наша петиция. Слушай, а американцы-то за это чем угрожают, вот какие негативные последствия могут быть, если пойти пути диктатора Путина? Ну, во-первых, сразу пошли заказные статьи на союз родителей, который является, ну, вообще не союз родителей, там, автор петиции Багила, вот, но они сразу приписали Багилу к союзу родителей, что она глава является, хотя это не так, и пытаются сразу дискредитировать этот союз родителей, и, что интересно, во всех СМИ, условно либеральных, пишут, что союз родителей спонсируется непосредственно из Кремля, а главный его руководитель это Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, ну, примерно в таком духе, то есть, все, это проект спецслужб, проект ФСБ, вот так информация подается, это я не шучу сейчас, не преувеличиваю и так далее, это так все они распространяют. То есть, любую попытку запретить ЛГБТ-пропаганду, они сразу сводят к связям с Россией, на самом деле, непонятно, плохо это или хорошо, потому что, ну, глубинное, скажем так, наше общество, оно воспринимает как информацию, если русские против ЛГБТ, то, значит, надо с русскими, как бы, что в этом плохого-то, вот, но для товарищей ЛГБТ-активистов они воспринимают как, они думают, что если они будут проводить параллели с Россией, запрета пропаганды ЛГБТ, то это должно, по образом, они, наоборот, поднимают авторитет Российской Федерации в глазах нашего глубину обычного бытового, скажем так, общества, которое воспринимает это как, наоборот, слияние, значит, здесь есть нечто позитивное. Вот. Но в наших верхушках, в наших верхушках это воспринимается крайне негативно. Почему это воспринимается крайне негативно, здесь нужно понять, потому что есть у нас такой прекрасный человек, это Дарька Абишевна Назарбаевна, это приемная дочка. Мы ее, по-моему, каждый выпуск вспоминаем. Ну да, потому что она один из ключевых персонажей, вот, она хочет стать президентом Казахстана. Ну, здесь проблема в чем, если в Казахстане будет общество мусульманское, теократическое, поэтому я и говорю, что в России не должны поднимать вот эти вот вопросы, как-то должны скользко вот этим своим кором, надо как-то разбираться, потому что если будет такое общество теократическое, то Назарбаевна Дарька, ей не видать престола президента как своих ушей, потому что в мусульманском обществе женщине никогда не быть президентом, таких случаев, по-моему, один или два по миру, и то там, не президентом, по-моему, в Пакистане было премьером, что-то два года, что-то такое. Вот, поэтому, поэтому здесь как раз-таки идет столкновение вот этих вот двух миров, именно поэтому у нас сейчас запрещают любую религиозную какую-то вот предрасположенность общества, любую религиозность в обществе и поощряют ЛГБТ, потому что ЛГБТ, радикальный феминизм, это как раз-таки путь к престолу для дороги Султановны, вот, поэтому у нас вот здесь вот и происходит столкновение. Другим путем она президентом стать не сможет, если у нас будет как сейчас общество настроено, не видать ей просто как своих ушей, поэтому она пытается общество радикализировать, феминизировать, скажем так, и поэтому вот мы видим столкновение двух культур, поэтому с одной стороны были определенные заявления из США, что как бы это не очень хорошо, с другой стороны, они пару отделали, скажем так, пару заявлений, что вот радикалов притесняется зря, и на этом, в принципе, тему забыли, потому что Дарья Ганна Султановна, она на тесном контакте с Британией, то есть у нее все активы в основном, они находятся в Британии и так далее, вот, поэтому там они как-то, видимо, порешали и пришли к выводу, что в принципе лучше как бы продвигать селье, потому что таких ценных агентов в Казахстане больше нет. Вот. Слушай, мы еще с тобой год назад, когда записывали ролики, говорили о том, что как бы позиции товарища Такаева весьма шаткие, и у него могут быть в любой момент разного рода сложности. Как сейчас, как сейчас ты думаешь, насколько стабильна ситуация в Казахстане, особенно учитывая вот это все недовольство Запада, все недовольство Запада по линии ЛГБТ, по линии религиозных всяких одежд в школах республики? Ну, я думаю, как, по религиозным они, наоборот, поддерживают, чтобы мы запрещали, а по ЛГБТ они, естественно, нам не дадут, чтобы наша петиция возобладала и какой-то вообще появился результат по запрете пропаганды ЛГБТ. Вот. Это мы, опять же, увидим, и если это будет так, это будет на 98%, грубо говоря, я уверен, что это будет так, то мы, значит, получим подтверждение, что как бы Запад максимально интегрировался в нашу политику, и они себя прекрасно чувствуют, и с Такаевым у них все хорошо и прекрасно. Но по поводу позиций Такаева, являются ли они шаткими или они достаточно стабильные? Здесь как тебе объяснить? Само окружение господина президента нашего КСМЖ Марта Каева говорит, что они выходят в нал и, как бы, в принципе, их особо ничего не волнует. Что будет в Казахстане, потому что, цитирую дословно, только дурак будет инвестировать в современные политические обстановки в Казахстан. Это цитата одного из приближенных людей к СМЖ Март Каеву Такаеву. Вот. Поэтому, поэтому из этого сходя, можно предположить, что, в принципе, они разыгрывают стандартный сценарий госпереворота, то есть типичного Майдана по договорничку. Ну, я надеюсь, люди... Ну, в принципе, я думаю, уже понятно, что Янукович там в 2014 году, он мог сохранить власть, он просто взял и убежал. Это был некий договорничок. Я думаю, если бы он не имел желание, он бы никуда бы не свалил. Поэтому я думаю, что, скорее всего, у нас планируют плюс-минус ту же самую историю. То есть, к СМЖ Март Кемельевич в какой-то момент начнутся бунты, там достаточно небольшие, и он скажет, все, я устал, я ухожу, и убежит, и потом будет кричать, остановитесь где-нибудь там, ну, из какого-нибудь, ближайшего приграничного города, вот, из Орска. Слушай, а такой вот вопрос. Такая уже, он традиционно считается связанным с Китаем. А что Китай думает по поводу всего этого? И по поводу ЛГБТ-пропаганды, по поводу религиозного экстремизма? У китайцев же в Синдзяно-Игурском автономном округе у самих проблемы с исламскими радикалами. Да, как бы, Казахстан, это же та точка, которая и на Россию влияет, и на Китай влияет. Я думаю, Китай вообще ничего по этому поводу не думает. То есть, естественно, разведка у нас есть, но если посмотреть по экономическим проектам, то что Китай, что Россия, они стараются Казахстан как-то вот так обойти. Ну, то есть, заходят в добычу ископаемых, но в какие-то серьезные проекты стараются не вкладываться. Единственный какой-то серьезный проект, который сейчас у нас обсуждается, это строительство АЭС. Ну, так как мы это АЭС, строительство обсуждаем уже лет 20-25 на моей памяти, и сейчас, наверное, это первое в мире, первый в мире референдум, который должен провести народ Казахстана по обсуждению, ну, и вообще народ какой-то страны по строительству АЭС. Я читал, специально искал, был ли какой-нибудь референдум хоть в одной стране по строительству АЭС. Я не нашел. То есть, первая в мире страна, это, на секундочку, еще с подачи, естественно, посольства США, Дэниел Розенбульон в своем интервью, он сказал прямо, что он очень поддерживает инициативу провести референдум по данному вопросу, хотя в США ни одного референдума по данному вопросу не было, там строили АЭС. Никто никого не спрашивал, надо, если правильно, энергетика должна. Так вот, скорее всего, строительство АЭС все-таки либо не будет начато, либо не будет закончено. Поэтому каких-то крупных проектов с российской территории, кто-то должен вкладывать большое количество ресурсов, их нет. В том числе и с Китаем тоже нет. Ну, вот построят они нам ТЭЦ. Какие-то там объекты по зеленой энергетике, все знают, что это объекты обнальные. То есть, это мошенничество. Вот. Вот в такие вот вещи они вкладываются, в добычу ископаемых они вкладываются. Да, они добывают, но что не добывать? Пока у нас стабильно, надо добывать. Будет нестабильно, все равно будут добывать, там, просто охрану поставят, и все. То есть, так же это работает, да? Вон, пример, Украина. Все как бы, кто надо, там, добывает. Просто они с охраной это делают. И все, все как бы работает. Поэтому, но никто в какие-то инвестиции, в строительство каких-то металлургических комбинатов, там, или еще что-то, уже не вкладывает. У нас плюс-минус, сейчас они наблюдают ту же самую картину. Плюс, если мы сейчас посмотрим, Казахстан распродает с молотка вообще все. Вот в буквальном смысле. Мы продаем все аэропорта, все... Приватизация. Да, и опять же, именно приватизация, именно вот эту фразу сказал посол США Дэниел Розенблюн в Казахстане. В своем интервью, которое он дал канал Бейсфай, по-моему, Слушай, интересно, что то же самое сейчас в разгаре на Украине на той же. Да. На Украине тоже активизировалось, там, новые пачки госсобственности пошли с молотка. Хотя, казалось бы, два года спецоперации, они выпрашивали кредит, они могли бы просто продать и получить деньги, не влезая в такое количество кредитов. Но нет, как-то это вот очень все занятно. Именно сейчас и Казахстан, и Украина начали распродажу. Как будто бы команда пошла из одного центра. Да, здесь есть определенные, скажем так, предпосылки к тому, что из одного центра. Но здесь, как бы вот в этом интервью, надо сделать разбор, я все никак не доберусь до него, посол США Дэниел Розенблюн как раз таки сказал фразу, что в Казахстане он одобряет проведение нового этапа приватизации. Хотя, что приватизировать? Уже все продано. У нас и так все приватизировано, продавать в принципе нечего за 30 лет, с момента Советского Союза все приватизировали. Но оказалось, что есть что-то. Сейчас продают аэропорта, порты, дороги, просто дороги продают, хотят их сделать частыми. Частные инвесторы будут оттуда взимать плату. Все, что можно продать, продают. Продают вот операторы сотовых связей, арабам ездили продавать, специально для этого ездил Татакаев к Саудитам договариваться. И сейчас назначили, между прочим, Мусина, экс-министра цифрового развития, которого убрали с должности, его назначили главой Казахтелекома, то есть это национальный провайдер, и дочки две сотовые компании, которые продают арабам, вот его назначили на эту должность, чтобы он просто вот эту сделку оформил. Причем, Мусина, после того, как сняли с должности министра, он сразу же поехал куда? В США поехал со своей семьей. Вернулся из США, его сразу назначили куда? Казахтелекомом. И сразу объявили о том, что все, Алтелу там и Теледва, то есть МТС, этот концерт получается. Его продают. Все, продают арабам. Сколько, по-моему, за 5 миллиардов долларов? Что такое? Вот. Почему его назначили? Чтобы он просто провел вот эту сделку, чтобы он там был ответственный за эту сделку. И я так понимаю, в США он ездил тоже некое благословение от кого-то получать, потому что это как-то странно совпадает с поездкой, сразу приезжает его назначать на должность. То есть у нас продается вообще все. Продали национального авиаперевозчика, КЗР, по-моему, называется. Ну и, соответственно, насколько я знаю, ищут покупателя для Air Astana. Это крупнейший наш перевозчик. Его тоже пытаются продать. Куда-то там, на каких-то условиях. Что там еще не продано, непонятно. Вот. То есть у нас, думаю, за года полтора-два останется вообще ничего, что не продано. И это удивительно, потому что Назарбаев 30 лет старался все продать. Но тут даже как бы его удивили. Даже Назарбаев удивлен. Такую строптивость. Вот. И самое главное, что это все происходит. Вот прям интервью пересматриваешь посла США. И все происходит, что он, грубо говоря, какие рекомендации давал в своем интервью. Все как будто под запись. Что сделать? Так, мы записали. Все выполнено. Именно так это и происходит. Слушай, как ты вообще оцениваешь перспективы развития Казахстана в перспективе 10, 20, 30 лет? Что это будет такое? Вассал Китая, возрождение СССР, какой-то там пантюркизм или вымирающий ресурсный предаток. То есть у этих бритиш-петролиумов и шеллов и шевронов. Перспективы-то какие? То есть мы из раза в раз говорим, вот такие проблемы, сякие проблемы, там и рядом взрывоопасные конфликты. Таджикистан, Киргизия, Афганистан. На Ближнем Востоке может разгореться крупная война. Все, Израиль с Ираном переплевываются то одними, то другими вариантами агрессии. Все опасно. Вот на перспективу, как ты видишь вообще, какие варианты у Казахстана остаются? Ну, я думаю, как суверенное государство Казахстан перестанет существовать. Мне кажется, это очевидно. По какой причине? Это касается не только Казахстана. Это касается не только Казахстана, а касается всех небольших государств, которые будут куда-то вбиваться в какие-то там федерации и так далее. Потому что небольшим государством существовать сейчас проблематично. Так же, как, ну, какому-то, не знаю, маленькому магазинчику где-нибудь рядом с домом. Он пытается либо закрыться, либо влиться в какую-то сеть или еще что-то. Это то же самое. То есть глобализация, она не закончена, несмотря на то, что все пытаются. Вот, наоборот, сейчас такой конечный, скажем так, этап глобализации, что все страны будут куда-то прибиваться. Это основное направление. Что касается того, как Казахстан исчезнет куда-то. Ну, скорее всего, я предполагаю, часть уйдет в Китай, потому что китайцы тоже там приглядели кое-что. Ну, скорее всего, часть уйдет в Узбекистан. Часть, естественно, пойдет в Турцию, потому что в Турции проблема с нефтью. Все-таки надо поделиться с братьями-мусульманами нефтью. Вот. И часть в Россию, и, возможно, часть в Кыргызстан пойдет. Вот. И это как-то Россия и Кыргызстан как-то будут объединяться потом. Вот. Таким образом. То есть, Казахстан, скорее всего, как государство какое-то, исчезнет и расколется на целую кучу. Даже та самая, допустим, Кыргызская республика, она, скорее всего... И через пять лет главным народом всего этого пространства станут Кыргызы. А Кыргызская республика, возможно, войдет в состав Российской Федерации, когда появится какая-то общая граница. Ну, да. И на всем этом пространстве Кыргызы будут доминировать. Да нет. На Кыргызах всего там, по-моему, сколько? Три миллиона. Так они быстро размножаются же. Уже в России их больше, чем в самой Кыргызии. Да нет. Их-то в России около миллиона, по-моему. Но суть не в этом. Суть в том, что урбанизация, она всегда влечет за собой падение рождаемости. То есть, до какого-то... В Кыргызии просто урбанизация, она была достаточно на низком уровне. То есть, если в Советском Союзе, в Российской, в РСФСР, да, урбанизация на момент распада Советского Союза что-то достигала там 94%, если мне память не изменяет, то в Кыргызии, в Казахстане, в Узбекистане урбанизация была что-то на уровне, по-моему, 80 или там 70 с копейками процентов. И только сейчас вот у нас в Казахстане она там за 90% перевалила, а в Кыргызии она только перевалит за 90%. Следовательно, при низкой урбанизации всегда рождаемость высокая, потому что уровень жизни достаточно невысокий. То есть, они рожают, грубо говоря, когда живут в селе, в каком-нибудь Уле, рожают детей с мыслью, что вот мы будем рожать детей, и он будет там пасти животных. И они даже не думают о том, что ему надо купить квартиру, ему надо дать два высших образования, машину и так далее. И, соответственно, так как низкий порог вхождения в эту жизнь прекрасную, то, соответственно, они рожают себе больше в честью помощника. Это касается не только Киргизии или еще какой-то, это касается любой страны, где низкий уровень урбанизации, там всегда вот к потомству относятся достаточно, скажем так, просто как помощник. Родим будет помогать там через 5-10 лет, уже будет за баранами бегать. А как только переехали в город, то сразу накидывается огромное количество проблем, и рождаемость падает там до трех как бы. В России, по-моему, 1 на 4 сейчас очень низкая рождаемость. Очень низкая рождаемость, с этим надо что-то делать, естественно. Вот ЛГБТСБН законы не помогают вообще никак, наоборот, проблемы от них. И вот Ксения Анатольевна Собчак сейчас главный, кстати говоря, амбассадор продвижения законы ЛГБТСБН. Приветствую Ксению Анатольевну. Спасибо ей большое. По поводу, кстати, ЛГБТСБН я делал большое расследование по этому поводу. У нас же приняли этот закон, если слышал. И приняли под определенное заказное дело, которое ваши все блогеры за денежки дядюшки Сороса прям активно пиарили. И, кстати говоря, там уже мои подписи подделывают, суды пытаются на меня наехать та сторона. Но это, может быть, как-нибудь в отдельной теме мы обсудим, потому что там ваше общество пока что не готово признать правду. И мне, кстати говоря, пытались удалить канал Ютуба, присылали в Ютуб, представляешь, поддельные исковые заявления. Это же группа, которая продвигает ЛГБТСБН закон. Просто поддельные исковые заявления. Сейчас там юридический отдел Ютуба. Я вам уже месяцем объясняю, что вы ничего не видите, что это подделка. Ну, они что-то там рассматривают. Надеюсь, сегодня они уже там рассмотрят, потому что я уже официальный ответ из надзорного органа прислал, что это поддельные исковые заявления, что они никак не могут быть настоящими. Так что, надеюсь, эту тему мы с тобой тоже как-нибудь поднимем. Такая вот история. Обязательно поднимем, дорогие друзья. Что вы думаете о перспективах Казахстана, нашего постсоветского пространства в целом? Напишите в комментариях, подписывайтесь на Антона Бударова в Телеграме, на Ютубе. Не забывайте поддерживать нас своими донатами. Всего доброго, до новых встреч. Всем удачи, берегите себя, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok